Минувший вторник выдался довольно богатым на цитаты. В тот день два лидера – президент Азербайджана Эль-Хамалиев и премьер-министр Армении Никол Пашинен – встретились, соответственно, в своей стране с местными журналистами и ответили на их вопросы. И в том и в другом случае выбранные форматы беседы и общая атмосфера были привычными для респондентов. Общения в подобных форматах ранее уже имели место. И хотя содержание вопросов и затронутые журналистами темы были, разумеется, новыми, не претерпели больших изменений, последовавшие затем реакции обществ двух стран на выступления своих лидеров. Ответы президента Алиева, как и прежде, были четкими, содержательными, а озвученные месседжи – недвусмысленными, адресными и кристально ясными. В то время как его армянский коллега, как и прежде, вызвал своими заявлениями эффект поднятых бровей и расширенных зрачков. Знаете, друзья, у нас нет намерения никого унижать, особенно тех, кто и без наших-то особых усилий самостоятельно унижен своими действиями и провальной политикой. Но правда, сколько глупостей можно было наговорить в одном интервью? Свидетелями скольких искажений фактов, абсурдных трактовок, недвусмысленно составленных документов, отклонений от вроде бы согласованных договоренностей доведется нам еще побывать. Мы не будем во избежание многократных закатываний глаз детально анализировать все выступление и каждый бред Никола Пашиняна. Остановимся лишь на некоторых из них. К примеру, премьер Армении, саботирующий в выполнении пункта 9-го трехстороннего заявления и, очевидно, поверив, что лучшая оборона – это нападение, глазом не моргнув, обвинил Баку в срыве договоренности об открытии коммуникаций, сославшись на вполне естественный и предсказуемый отказ азербайджанской стороны от предложения Еревана делегировать, пусть даже временно, пограничный контроль некоему «международному оператору». При этом Пашинян обвинил Баку в намерении обеспечить для своих граждан передвижение между Нахичеванской автономной республикой и западными районами Азербайджана без контактирования с армянскими органами контроля, сочтя это, видите ли, принижением суверенитета Армении. Остается теперь гадать, как глава Кабмина Армении, заперевшись в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года в своем бункере и ставя подпись под капитуляционным для его страны документом, понимал в тот момент смысл слова «беспрепятственный» в девятом пункте заявления. С чего бы азербайджанским гражданам контактировать с армянскими пограничниками и таможенниками, если сообщение между двумя частями одного государства, по подписанному Пашиняным же документу, предусмотрено недвусмысленно беспрепятственным. Да и потом, не считает ли армянский премьер принижением суверенитета более чем двухлетнее отсутствие всякого таможенного и пограничного контроля на пути из Армении в азербайджанский Карабах через азербайджанский же Лачинский район? А ведь по части Лачинской дороги в трехстороннем заявлении говорится лишь о безопасном передвижении, но не беспрепятственном. Еще раз специально для Никола Пашиняна. Передвижение из Армении в азербайджанский, повторяем, азербайджанский Карабах предусмотрено именно как «безопасное», а из Азербайджана в азербайджанский же Нахичеван как «беспрепятственное». Ну так где может быть установлен контроль и где его быть не должно? Только ради бога не надо вновь с целью отвлечения внимания от сути переводить стрелки на ничего не значащее слово «коридор», у которого, как мы уже много раз говорили, нет и никогда не было международно принятого определения. Ни в одном энциклопедическом словаре, ни в одной международной конвенции. Нигде. Мы неоднократно акцентировали внимание и повторяем еще раз. Ключевым в трехстороннем заявлении является слово «беспрепятственное», которое встречается лишь однажды в девятом пункте и которого нет в отношении Лачинской дороги или коридора, называйте как хотите. В международном праве нет и не было понятия «коридорная логика», а существующие международные транспортные коридоры не исключают проверок, разумеется, если нет специальной оговорки о беспрепятственности движения по ним. Поэтому, премьер Пашинен, перестаньте делать вид, будто не понимаете, о чем речь. Азербайджан ждет от вашей страны выполнения взятых на себя обязательств, в том числе по открытию «беспрепятственного» – подчеркиваем «беспрепятственного» – сообщение с Нахичеванской автономией. А саботируете открытие коммуникаций именно вы, говоря о том, будто открытию дороги мешает ритория Кабаку о каких-то коридорах. Хорошо, откройте не коридор, а то, что указано в заявлении, и дайте ему свое название. Но делайте же что-нибудь! Помимо темы коридора, Пашинян наговорил еще много чего. К примеру, говоря о замене российских миротворцев на кого-то еще, он предложил подождать до 2025 года, изучить ситуацию. И попутно, как бы невзначай, оборонил следующую фразу. «Наша задача – обеспечение безопасности и прав народа Нагорного Карабаха». Простите, чья это? Наша. Проживающее в Карабахском экономическом регионе Азербайджана армянское население к вам отношения не имеет. Их права и безопасность – это забота Азербайджана. Впрочем, если у вас имеются какие-то недовольства или замечания по поводу того, как Баку обеспечивает их права, то вы вправе предложить своим этническим сородичам лучшую альтернативу, пригласив их жить в вашу страну и предоставив им гражданство. Мы никого не изгоняем, но и насильно не держим, у нас нет крепостного права. Но законным на территории азербайджанского Карабаха может считаться проживание только граждан Азербайджана или же иностранцев, оформивших в законодательном порядке вид на жительство через Государственную миграционную службу Азербайджана. Поэтому насчет обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, вы тут, Ваваич, малость погорячились. Либо не суйте свой нос во внутренние дела другого государства, либо же предложите этим людям переезд в вашу страну. Обещаем не поскупиться слезой и помахать вслед платочкам. Говоря о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана, Никол Пашинян посетовал, что между двумя государствами нет доверия. Ну а как вам доверять, если вы нарушаете договоренности? Не выполняете обязательства, а в качестве оправдания безосновательно обвиняете противоположную сторону в нарушениях, которые сами же совершаете. Берите пример с Баку, для которого делом чести является выполнение данного слова. О каком доверии можно говорить, когда, поднимая вопрос села Башкент, или как вы его называете, Арцвашен, вы пытаетесь всячески уйти от темы восьми оккупированных сел Газахского и Садарахского районов? О каком доверии можно говорить, когда, сидя перед журналистами и глядя им в глаза, вы на весь мир лжете о селах Паравакар, Айгеовит, Вазашен, Беркабер, якобы оккупированных Азербайджаном, в то время как эти села находятся под полным контролем Армении, и там совершенно спокойно живут армяне, о чем свидетельствует даже узурпированная вашими горе редакторами Википедия. Ну вот как вам доверять? И не советуем вам лгать, говоря о том, что на территории Армянской ССР не было насилия в отношении азербайджанцев. Может напомнить вам о погромах в Гугарке, в селах Спитакского, Керваканского, Масистского, Гафанского районов, в результате которых были убиты десятки азербайджанцев. Об убийствах в Гугарке в конце 1988 года писали даже центральные газеты. Касаясь темы мирного договора и красных линий, Пашинян дал понять, что не подпишет никакого соглашения, ущемляющего интересы Армении. Но с какой стати тогда Азербайджан должен подписывать договор, содержащий элементы вмешательства в его внутренние вопросы? Констатируя взаимное признание территориальной целостности двух государств, глава правительства Армении задал вопрос, что именно эти две страны подразумевают под территориальной целостностью другого государства. Но для этого ведь сперва требуется провести делимитацию границы, не правда ли? Вот и получается замкнутый круг, в который загнала себя Армения. Но, конечно, апофеозом пресс-конференции Пашиняна стал его ответ на вопрос о мандате миротворцев, из которого вытекает, что для легитимизации мандата РМК достаточно подписей министров обороны Армении и России. А подпись их азербайджанского, коллеги? Не обязательно. Вот и думаем мы теперь, а не подписать ли Турции и Азербайджану меморандум о вводе совместных миротворческих сил в Армению, в котором будет отсутствовать пункт об обязательном согласии Еревана. Вот такая логика у нашего соседа, мол, у Баку можно не спрашивать. Нам же остается лишь в очередной раз закатить глаза, пожать плечами и напомнить Пашиняну слова Дмитрия Пескова об условии для ввода каких бы то ни было миротворцев в Карабах, а именно, обязательном согласии Азербайджана. И как же контрастировали на фоне провальной пресс-конференции армянского премьера, ответы азербайджанского лидера на вопросы журналистов, то выступление президента мы обязательно осветим.